всем доброе утро я сейчас открыла глаза и обалдела время оказывается 11 часов я давненько так не просыпалась я не знаю что произошло у нас пасмурная погода увидела то что плитка сырая скорее всего был дождик а настя проснулась рано утром и меня даже не разбудила странно вроде бы легла спать как обычно а проснулась такое время видимо вчера уработалась сейчас надо привести себя в порядок помыть голову накраситься элиза тоже у нас проспала все утро да а настя нас проснулась в 7 утра сейчас кашку положу просто на голове теперь маска на лице пчела гв шумит что-то прохладно мне стало а вообще я люблю что было дома тепло маска такая вот которая показывала комплимент у меня есть лопатка мне так ей неудобно наносить маску поэтому я беру наношу потом пальцем размазываю все это классная такая мятная и когда это я в приятное пощипывание как будто бы это массаж лица буду фионой зеленая балденная маска она мне очень подходит прямо очень и меньше высыпаний на лице и цена там копеечная около 200 рублей для такой маски я считаю это прям обалденная и раньше ее ваша не все время покупала она была только лишь сначала на озоне она была когда только озон еще особо не пользовались этими озонами wildberries в помине не было и я заказала эту маску а на то что дачу это недорого было около 100 рублей и я заказала эту маску а потом что насть волос сейчас делаю потом она пропала на сезона и появилась в ашане мы в ашан ездили и вот покупала сразу же по три штуки этой маски а потом мы в ашан перестали ездить у нас здесь начали открываться все вот эти магазины фиона зеленые красота страшная сила откуда не возьмись налетели тучи пошел ливень вот в принципе что и следовало ожидать все лежит весь бардак надо будет снова напоминать про то что здесь что-то нужно убрать надо будет все это убирать еще плюс ко всему все это разравнивать а сейчас у нас дожди начинаются дальше у нас начинается 4 градуса тепла днем и минусовая температура ночью я не знаю ну вот сказать то что я расстроена ничего не сказать когда вот такие вот блоги всякие записываю где ругаюсь там или еще что-то это все не просто так потому что я знаю потому что я знаю к чему это приводит и что это получается это в принципе наша жизнь я не буду здесь строить из себя такую хорошую при хорошую жену жену такое такое все ми 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 все такое хорошее я такая добренькая ну просто это вот и я уверена то что у меня не у одной такое больше чем уверена так что знаете я вместе с вами сегодня валера придет надо ему сказать валер а ты помнишь там фундамент ты разобрал вот а кто на это смотрит и на это смотрю конечно же я и по итогу сейчас вот это вот часть уберется а весной вот это все тягать буду я саля еще там в личку тоже писали то что мужа надо беречь мужа надо чтобы он поменьше тяжелого таскал ну окей буду мужа беречь а сама все это таскать все я короче сегодня разозлилась лучше бы я выходила лучше бы я не выходила на задний двор я поначалу согласилась с тем то что мужу нужно поменьше полегче что-то там брать до в руки и так далее что-то поменьше таскать а сейчас просто сижу и думаю ну хорошо вот вот на этом знаете женщины я считаю то что делают огромный огромный минус они все на себя потом все на себя взвалят я сама я сама картошку посажу я сама картошку а кучу я сама вот как я ну я вроде бы как бы дома да хорошо но это же я не всегда была дома я же еще помимо этого работала и несмотря на то что я жила у мамы несмотря на то что вот когда я рассказывала где мы с валерой там чуть ли не до развода до дела доходил я жила у мама приезжала сюда и что вы думаете я сюда просто так приезжала что ли я здесь огород сажала я понимал то что все равно ну то есть валера мне показывал свою то что он работает то что он закрывает все вот эти вопросы все вот эти проблемы и я сажала думаю а что земля окей хорошо я не знаю может я там разведусь с валерой до в какой-то там в определенный момент но на тот момент мне казалось да тогда а если не разведусь и что у меня огород весь в траве будет и потом что мне с этим делать и в общем я приезжала с работы после суток вот у меня сутки через двое работала да это же смешно на сутки сутки отработать и а сутки дома нет на следующий день тебе спать охота я поспала там там часа два выхожу в огород все я точно также и сажала и копала ну и что муж ничего не заработала я загиб шейки матки заработала поэтому когда мне сначала написали вот то что надо там поменьше согласно там тень я не тягать там не знаю не знаю какой вес но и не делать ничего я тоже считаю это неправильно то есть я буду мужа беречь а сама буду это буду у себе болячки зарабатывать женщине вообще нельзя тяжелого поле поднимать женщине потому что у нас совершенно другая другой организм и другие физически другая физическая сила соответственно та женщина вот у меня мама далеко даже ходить не она тоже она а я сама я сама вот в итоге у нее не только там со суставами проблемы но еще и сердечная недостаточность а сердечную недостаточность она заработала в 30 лет вот вот но мужа берегла муж спал после работы отдыхала мама все это делал и сейчас я уже все таки конечно я понимаю то что нельзя тяжелое поднимать но я также понимаю то что если я это подниму то я наверняка заработаю какую-то болячку я всегда говорю я самого начала я и до этого говорила я никогда не притворялась я не делала вот этот вид то что я такая панька то что я такая вся ними не хорошая нет я такая какая есть я себя перестраивать не буду и ходить если меня это сейчас данный момент напрягает и меня это раздражает конечно же я буду это выносить да это говорить а то что там нет все хорошо лежит курь гора недоделанная работа а я буду ходить вот мы тут планируем вот вот это уже сколько лежит уже полтора недели это лежит неделю лежат вот это вот фундамент вот поэтому я и говорю когда я валерик сказал то что это все сразу надо убирать это все так и будет лежать вот тогда если бы например мы куда-нибудь определили этот он же не стал не выкладывать ничего фундамент вот сегодня скажу пусть звонит антохи пусть прибудет этот прицеп иначе иначе друг страдать будет да нет я сучу конечно я вообще к чему это говорю то что я показываю нашу жизнь такая какая она есть и когда я что-то например рассказываю я не хочу никого оскорбить я даже примеры из своей жизни жизни моей семьи при семье привожу они оскорбляя других людей и вознося себя да то есть я же не говорю вот я там такая молодец самая правильная я такая вот жена хорошая до обычная как и все как и все просто не все это показывают я и ругаюсь и муж у меня ругается и мы вместе ругаемся друг с другом и все на иду все как обычно все как у людей не миримся и ругаемся и ссоримся а как по-другому чтобы все было хорошо все идеально да это все картинка это люди не глупые люди все прекрасно понимают просто-напросто не всегда это выносишь да не всегда где-то закрываешь глаза ну и я сейчас намного спокойнее стало если бы например я снимала влог где-нибудь лет пять-шесть тому назад то тогда я мне хайпа не надо было потому что там было вообще я бы тогда потом каждый влог бы что-либо что-либо ругалась а сейчас нет сейчас я более спокойно не мама не даст соврать как удаст как что у нас тут происходило и что у нас тут варилась поэтому конечно тела фена посушить не буду поэтому сейчас у нас очень даже спокойно я скажу и это моя реакция это очень добренькая реакция валерия даже больше везет знаете что в чем в том то что я снимаю влог и отчасти блогерство вот я на это тоже обратила внимание блогерство нас скрипела да то есть я где-то спокойнее стало валера где-то как-то это надо влог снимать да то есть у нас вроде бы где-то закрываешь глаза и ты взаимодействуешь да сможем если бы например где-нибудь лет шесть тому назад вот такое бы там что-нибудь там и там не поругались а просто да это знаете я не считаю это руганью это просто как бы ну требование к второй половинке вот это прибрать убрать это же не потому что мне одну и надо да потому что но это некрасиво это все лежит сейчас вот эта земля дождик очень сильный прошел она намокла и он же себе по сути сделал хуже а до этого была земля такая пушная да то есть нормально и можно было бы спокойно вдвоем это убрать но нет вот не получилось ну что теперь сегодня валерий надо будет напомнить вот а раньше я бы уже бы закатила бы скандал например сказал да что это такое вот я же говорила сейчас нет сейчас я спокойно как бы я вроде бы злюсь там психуев какой-то ну внутри такое это состояние но вот я же говорила что-то типа такого но нет конечно просто валерия вот 10 лет ждала вот эти уголки и то и я я даже скажу то что я приняла это качество валеры да то что мне нужно говорить я помню в нас был период когда я вот мама алвин там успокойся же говорю я это я еще спокойно ты еще спокойно реакции то я еще где-то на что-то закрываю глаза дали спокойно реагирую раньше было по-другому и вот мне мама алвин успокойся успокойся тоже там не говори там все что-нибудь там сделает-сделает нет это просто у меня у мужа такой ну вот вот такой у меня муж и мне приходится вот это много раз повторять вот как ребенку много же раз кому подрастающему до нужно говорить несколько раз нужно сказать тогда это сделается это тоже также у валеры поэтому и у нас вот и мне приходится не только детям по несколько раз говорит но и валеру о чем-то просить тоже по несколько раз потому что вот такой он он сам по себе такой человек я части это конечно же приняла раньше когда я психану думаю все я ничего говорить не буду не буду ничего говорить вот пусть сам все замечает видит но и по итогу это ни к чему хорошему тоже нет не приводила я поняла то что лучше несколько раз сказать лучше несколько раз ему как бы показать то что валер нужно сделать напомнить да тогда он сделает рано или поздно он это сделать а если я молчать у нас дом он не мог обшить так сейчас скажу сколько так и лизе было когда я закупила вот этот вот этот профнастил и лизе было два года в прошлом году он доделал четыре года до четыре года он не мог обшить дом потому что я молчала я молчала спокойненько ничего не говорила лежал этот профнастил ничего не говорила а потом уже на второй год до из на второй год я уже начала говорить то что валер да вообще во дом валер вот так вот тюкать 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 вот тогда он обшил тогда он все сделал раньше были отмазки а как а что я говорю ну давай посмотрим вот поэтому и в принципе вот я говорю то что я приняла этот факт и мне приходится когда я что-то показываю да потом так выходит будет выглядеть так например если я это не скажу то что муж ручки сложила ничего не делает нет он все делает и он большой при большой молодец просто нужно несколько раз повторить напомнить ему об этом вот тогда все делается и тогда я спокойно и довольны и все это хорошо но чтобы это вну каждый разный человек да кто-то сразу же идет делает у кого-то например в женщина не касаются каких-то мужских там дел то есть она как бы это муж сам может пойти все это убрать все это сделать где-то но нет где-то приходится там один раз сказать это уже все ведется то есть мужчина может не замечать моему мужу по сути ничего не надо как мне да ему не нужны какие-то там стены обои и шторы он насчет этого вообще ему без разницы он пришел ему без разницы как там у нас дома чем нас дом мне кажется дома будет бардак он даже этого не заметит или дома будет чисто он тоже этого не заметит вот он пришел с работы поел пошел спать все ему ничего не надо кому надо мы же как женщины наоборот должны все это замечать но если есть мужчина который все это тоже в этом участвует это видит это очень хорошо и в большие молодцы но есть такие где нужно несколько раз сказать их показать вот так одно дело когда ты можешь например у тебя есть финансовая возможность этого не делать да и ты пошел купил там заказал тебе приехали сделали другая возможно другая ситуация когда ты не можешь на это деньги выделить и валера сам прекрасно это понимает вот даже я когда с этим отбойником я хотела ему давай говорю отбойник возьмем также будет быстрее легче нет не надо я сам могу типа зачем на это деньги тратить вот поэтому конечно придется мне валерий сегодня напоминать о том что у него там есть работа иначе он другу не позвонит погода вообще снег выпадает вот дождик дождались ну вообще такая конечно тема она всегда горячая она всегда жарко взаимоотношения мужчины женщины до взаимоотношения там воспитание детей в том числе и когда я что-то записываю я никогда не говорю то что нет вы делаете вот так они делайте по-другому если вы живете как-то не вот так как я живу да значит вы там какой-то не такой человек и значит что-то там у вас неправильно значит что-то там еще и никогда не возношу нашу например семью я просто рассказываю просто рассказываю какие у нас были ситуации мы это пережили да то есть нам мы не стыдимся то что было для кого-то это возможно будет полезным кто-то кто-то наоборот скажет там я не садом но не согласиться там и так далее ну это на у каждого разная семья каждую каждого разные характеры воспитание какие-то мировоззрения ценности у каждого все разное это вот как с морем например да кому-то важно съездить этим летом например на море а для кого-то это не особо важно в данный момент но хотелось бы например или вообще конкретно меня мама категорически например говорит нет нет это море нафиг не сдалось что не мне она не надо вот не была там и даже ни разу не задумалась то что я там не была на море пойду к я возьму там кредитом дачу заплатить бы не смогу но зато на море было а для кого-то например это важно какие-то люди готовы взять кредит чтобы съездить туда значит что-то для них это наполняет как-то нравится почему сразу же там понтоваться как-то выпендриваться не для всех я считаю то что это не для всех это просто вот как для меня сходить в огород например я почему сажаю огород потому что мне это приносит удовольствие мне это приносит какое-то умиротворение мне приносит кайф вот этот весь процесс да я когда сижу вожусь землей я погружаюсь в какие-то в свои мысли у меня какое-то такое состояние как в йоге как там сидят вот как же это слово медитация что-то типа вот такого вот этого для меня как медитация огород вот это вот возня я устаю одно дело когда медитации ты отдыхаешь другое дело когда ты устаешь от этой медитации в любом случае мне это приносит удовольствие я же не говорю там нет вот вот и тебе это не нравится например ну ты все равно иди сажай вот иди сажать но не сажаешь туда ради бога это твой выбор хочешь ты там например жить в городе пожалуйста нам не нравится жить в городе j прекрасно понимаю у каждого разные кому-то например в городе нравится жить я никогда не говорю то что он там городе жить я говорю то что даже когда я тогда я говорила говорил то что вот вот так вот в городе жить но это даже знаете мне кажется то что я преподношу это немножко с юмором да то есть вот когда мы поехали вечером на валерья на день рождения в ресторан то что блин мы доехали сюда 30 минут и 30 за 20 минут мы доехали до города и 30 минут искали парковочное место для кого-то это спокойно нормально и для нас это когда мы жили в городе это тоже было привычным привычным искать вечером когда мы уже молодые были дамы ездили где-нибудь потусили с валерой потом приедем и ищем где-то там другом дворе это парковочное место по и как-то это было обыденно и это было нормально сейчас это ненормально но я же не говорю то что нет все кто живет в городе обязательно переезжайте там деревню какой-то пригород и так далее живите делайте так нет это просто каждому свою чушь кому говорить и кого-то учить кому-то что-то ты делай вот так никак иначе у всех сейчас есть интернет вот я думаю так считаю то что сейчас сейчас есть интернет все люди не глупые все могут посмотреть все могут что-то сделать там мы бы сделал для себя какие-то выводы и все в этом духе поэтому конечно когда я записываю взаимоотношения нашим с мужем например что-то рассказываю я не говорю вот вы делаете так я просто рассказывать с чем столкнулись я говорю то что я могу рассказать я не буду рассказывать например все что там у нас происходило а молчать и говорить у нас капец все было как идеально я не знаю где телефон что все мы вот как познакомились мы прям вот сразу же я спокойная муж такой у меня молодец я вот такая вот молодец сразу огород начала сажать сразу мы тут вот вы все да ну ни у одного человека ни у одной семьи этого не было я больше чем уверены это два разных чужих человека с разных семей и всегда были и будут какие-то недопонимания это только потом со времени когда уже свой быт формирует формируется до конца тогда когда уже люди конкретно притираются друг другу у кого-то это уходит три года у кого-то уходит пять лет у кого-то уходит это 20 лет проходит время я не все равно кто-то почему через 20 лет через 30 лет люди могут развестись ну потому что они за этот в за это время просто не смогли договориться просто не смогли поэтому я не знаю если у кого-то все там идеально все хорошо я просто рада то что и я никогда не буду смотреть там вот и не забудь здоровы точно это очень хорошо если у кого-то так то значит придет время и будет все хорошо вот поэтому конечно поэтому когда даже я смотрю какие-то чужие влоги например да или другого блогера и что-то там рассказывают я спокойно к этому отношусь у меня в семье совсем по-другому мне не важно тому что там у кого-то что-то как-то мне без разницы да хоть там не знаю пусть в пещере живут и оттуда влоги будут снимать кто-то там за границей они тоже есть пара на наткнулась я в ю тубе где они ходят там что-то какие-то берут испорченные продукты до едят эти испорченные продукты что типа но это все хорошо все нормально я смотрю на мне без разницы их как бы без разницы я бы эту семью ну вот как человек не интересно просто но это не значит то что я хочу точно так же ну просто интересно это не поэтому не знаю когда когда с Валерой потом он же тоже смотрит он все влоги смотрит он например если что-то я бы например говорила бы не то Валера бы мне обязательно сказал то что вот есть какие-то некоторые моменты про которые я не говорю потому что там Валера не хочет да но это даже знаете это больше с работой связано например да то какие-то темы мы не обсуждаем а потому что это с работы его связано понятное дело я это говорю а то что можно сказать почему бы не сказать да у нас отключали газ да я хотела развестись да вот там Валера тоже хотел развестись может быть не знаю но как бы я в этом ничего страшного не вижу то что когда кто-то об этом рассказывает разгозначит человеку нечего скрывать а если человек молчит и не говорит там что что-то люди же не глупы люди же не дураки люди прекрасно знают кто как же там жил да и это ни для кого не секрет что семейные пары там ругаются я не знаю мне кажется без ругания нету взаимопонимания то есть даже не то чтобы прям без друга не без каких-то споров например мы сможем Валера с Валерой поспорить а у нас там мама у нас всегда удивляется как вы там друг с другом общаетесь что у вас за общение например такое мы там с папой никогда вот так вот не разговариваем друг с другом например а у нас Валера я его там подколоть чем-нибудь он меня там подколоть ну как бы там прикалываемся друг над другом я не всегда просто записываю это но вы тоже вот видите там Настя чего-нибудь тоже она может что-либо такое сказать посмеяться как бы у нас такое взаимоотношение а маму для мамы это было конечно удивительно что как это так у нас же по-другому ну вот а потом мама подела то что вот мы такие она никогда там нам с претензий какой-то это не говорила зачем это вот зачем ты вот так вот Валере говоришь а почему Валера там тебе вот так вот говорит как-то ну разговаривайте вам удобно друг с другом мужчины женщины почему друг с другом живут вот я не как вот мое личное мнение потому что им друг с другом комфортно и удобно если кому-то не комфортно если Если кому-то неудобно, то, конечно же, либо там расстаются, либо какие-то там скандалы, сколки, еще какие-то проблемы. У нас насчет этого, вот, например, в общении с Валерой, у нас такого нету. Мы можем пошутить друг над другом там, да, и то есть я где-нибудь там подойду, что-нибудь ему такое скажу. Это наше общение с ним такое, это всегда так было, это буквально с первых дней нашего знакомства. Мы не только как муж и жена, мы не только как партнеры, мы не только как родители, мы и как друзья, да. То есть у каждого разное общение. Если кто-то, например, не может второй половинке что-то позволить сказать, ну, значит, это так заведено, значит, это такой человек. А у нас, например, у Валеры тоже мама там, Валера всегда говорит, я там ругаюсь там что-нибудь, ну, когда вот раньше. Говорит, о, это давно как-то уже было, я ругаюсь там, кричу, я потом сидим, и он, ну, как-то разговорились, он говорит, ты кричишь, да ты спокойно разговариваешь. Вот у меня мама кричала, вот мама у меня кричала. То есть я еще, ему комфортно со мной, даже если где-то там что-нибудь ругаюсь, он спокойно. А у меня папа был спокойным, например, вот как Валера. Валера, например, он спокойный, он нету такого, чтобы он ходил там, вот, вот это вот, не надо, вот это вот, надо там, нет, ты вот это вот повесь, ты вот это вот здесь делай, ты вот то вот. Нет, у меня папа был ров, как-то вот спокойный он ему, ну, вот как-то вот, и у меня муж такой же, у Валеры жена такая же там, у него мама была вот по Валериным рассказам, ну, и вообще есть видео, еще такие старые, да, где видяшку я оставлял. Она тоже такая же была там, такая активная, ну, вот, похожа на меня. Даже когда мы первый раз поехали, поехали к Валерию, он меня познакомил со своими родственниками, и они все сказали, ты так похожа на Галю, то есть на Валерию маму. Не то, что внешне, мы же с Валерой тоже внешне похожи, но даже просто вот как ты разговариваешь, вот, вот как будто бы ты, вот, Галя только молодая. Поэтому и Валерия со мной комфортно, нам друг с другом комфортно, поэтому я никогда никому не говорю, вот, если вы не вот так, вот, если вы не сажаете огород, значит, вы что-то недопонимаете в этой жизни там, или что-то там еще вот в таком вот ключе, да, нет, не сажайте, да не сажайте ваше дело, хотите сажайте, хотите. Вот у меня сестренка, например, она никогда там в огороде, и тетя знает, что она в огород там не заходит, ну, не нравится ей, и вроде бы как она к маме все равно выходит, помогает, и как-то она спокойная. Ну, я же не буду, ты что сидишь на попе ровно там, да, иди матери быстро помоги, мы все понимаем, ну, не ходь, не ходь, это как бы их проблема, или не проблема, да, то есть это без разницы. И мне сестренка тоже никогда там не говорит, например, то, что я там в огороде сажаю, она бы мне там говорила, ты что, иди лучше маникюрчик сделай, там, иди еще что-нибудь сделай, то есть, ну, как бы спокойное восприятие ко всему, каждый человек разный, у каждого разная семья, у каждого разные взаимоотношения, и все в этом духе. Вот, я уже чай пью, сейчас пойду гладить, сегодня надо будет еще проехать в магазин, потому что у меня много чего закончилось, у меня закончилась мука, у меня закончились макароны, нужно, в общем, съездить по магазинам, закупить вот такие вот корзину продуктов, такую стандартную, что-то еще надо было, в общем, надо будет посмотреть, что мне надо. Уксус, даже уксус у нас закончился, вот, давненько не ездили вот за такими продуктами, все доедали, потому что я вот, кстати, приучила тоже себя вот все продукты доедать, не складировать вот так по много-много, до этого раньше я прям много, да, покупала, закупалась с запасом, но у меня тоже есть запас, не сказать то, что там у меня вообще там запаса никакого нет, только лишь на разочек с запасом. Просто я не всегда по многу беру, потому что я знаю то, что у нас есть магазин, да, можно либо сходить спокойно взять, купить, и вот, например, как мама. Мама, она, конечно же, со всеми запасами, она много запасов набирает, покупает, потому что у них не было, вот сейчас монетка открылась, а раньше монетки, например, не было, да, то есть она ходила в магазин к частнику, и там все дороже, и, соответственно, она уже закупала столько, чтобы до следующего похода в магазин, вот. А и раз у нас здесь все магазины рядом, не обязательно даже ехать, можно пешком сходить, и поэтому мне такие запасы совсем большие не нужны. А мама-то, конечно, да, я прекрасно понимаю, вот. А до этого, когда я вот так же, как мама, запасалась, 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 потом жучки всякие появлялись, потом начнешь разбирать вот эти полки, сунешься, там в мешочке чуть-чуть старая лежит, здесь немножко старая лежит, уже как бы с собаки это отправляется, вот. А так нет, так мы спокойно сходили, купили, не надо нам там, не знаю, целую гору продуктов покупать, чтобы там на сколько-то месяцев и так далее. Мне наоборот так удобней. Сходить съездили с Валерой спокойненько и купили. Валера любит по магазинам ходить, я, вот. Поэтому у нас насчет этого нормально. И вот, а тут, оказывается, сунулось, и этого нету, того нету. Ну вот, сейчас ездим, купим, и все, и все снова есть, как бы, не страшно. Вот такой влог у меня, конечно, получился. И не знаю, почему, просто как-то спонтанно все это произошло. Наверное, потому что у меня там глажка стоит, и я сейчас-то, если буду гладить, это намного-много часов уйдет, и как такового влога-то и не получится. Поэтому болталочка такая. Все, теперь можно завершать. Пишите ваше мнение, будет интересно почитать, что вы насчет этого думаете, ваше отношение ко всему этому, взаимоотношения мужчин и женщин, что можно выносить, что нельзя выносить. И то даже, вот даже я сама сдаю вопрос, и я хочу на него ответить, что можно выносить, а что нельзя выносить. Мне кажется, это решает каждый человек, да. Хочет он это сказать, можно это сказать, почему бы это не сказать. Ну, мы же все не глупые люди, мы знаем, что говорить. Это мне кажется, ну, не знаю, я не знаю такого человека, который, например, будет говорить то, что нельзя говорить, например. Или лучше бы не говорить, но он это все равно говорит. Не знаю. Я вижу в этом ничего такого сверхъестественного и страшного нет. Мне наоборот такие люди, которые говорят правду, которые что-то рассказывают о своей жизни. Я вижу в этих людях открытость, открытость, честность, им нечего скрывать. Да, было такое, да. В принципе, как и многие люди нашей страны, мира и все в этом духе. Вот так. Ладно, все. Буду допивать чай и пошла гладить. А то я все оттягиваю, опять сижу в этот момент. Пока-пока.